хотел бы изначально рассказать как я вообще попал в школу системного мышления у нас в вузе в томском политехническом университете решили провести как раз от системное мышление 2020 отправили туда по моему то ли 114 человек или 214 человек какой-то на 200 я помню что 14 какая-то цифра но пусть будет так вот и прошло месяца три наверное я прочитал учебник причем читал его по диагонали и объясню почему потому что но но человек в трезвом умеет здравой памяти ты но не поймет он этого с первого раза вот потому что там ну прям сложно вот и я попал на как раз встречу с теми тех кто прочитал и там были люди которых я знаю и который я уверен что они даже не считали этого но про пролистали и были споры то есть надо ли это и что делать дальше и вот после этой встречи я поделился со своим директором что гру ты знаешь как-то примут народ схватился он говорит а ты знаешь я начал проходить курс введения в системное мышление игрит после начала он тогда две или три лекции всего посетил многое встает на свои места вот и я решил попробовать вот по прошествии 12 недель что я основное выделил для себя сейчас я включу первый слайд то что я сделал за эти 12 недель я написал 14 постов вот потратил порядка 140 часов на это все дело это были помидорки причем с помидорками я проводил тоже эксперименты это были помидорки по 25 минут по 40 минут и по 61 минуте вот поначалу 61 минутные помидорки заходили на ура потом как-то сложновато стало либо я постарел за это время либо как-то слишком слишком рьяно взялся эти помидорки потреблять вот опять вернулся на 25 и все вернулся на все стало значительно проще вот благодаря курсу я поставил себе привычку попадание в спортзал и отказа от быстрых углеводов то есть от сладкого за время курса я как вот тут написано похудел на 11 килограмм и по утрам начал бегать вот почему я говорю что это какая-то большая заслуга чтобы вы понимали у меня больше недели сумка стояла в коридоре полностью собранная я подходил на нее смотрел с утра разворачивался и шел спать вот но и скажу так что занимаюсь я до работы это 6 часов 50 минут ну то есть без 10 7 утра я захожу в зал и где-то около без 15 9 я выхожу из зала и чапаю на работу вот то есть это было поначалу очень сложно сейчас стало легче то есть я через день бегаю и через день занимаясь спортом в зале вот это наверное как я сейчас считают одна из основных заслуг курса вот дальше вот опять же что было что стало и что стало рабочим продуктом используем то есть был я не занимающийся спортом теперь я ежедневно хожу в спортзал либо бегаю по городу рабочему продукту здесь можно но отнести повышение уровня удовлетворенности собственным телом то есть я действительно уже начинаю видеть результат дальше я постоянно все забывал то есть мне казалось что я помню все вспоминал я зачастую обо всем только после того как это должно было произойти то есть это какие-то встречи защиты еще что-то вот я начал вести календарь делать записи в ежедневнике шикарно все это синхронизировалась с телефоном и с часами то есть теперь я не пропускаю ничего это 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 здорово и даже коллеги стали замечать что я стал более пунктуально наверное вот до курса я не читал умной литературы вообще то есть для меня литература была это только художественная сейчас я художественно отложил и читаю книги рекомендованные курсом причем читаю их большинстве своем стараюсь бумажным варианте то есть даже если книга электронный я ее просто распечатываю и читаю чтобы ее держать в руках вот там можно и подчеркнуть что-то и на полях что-то записать ну и просто как бы книгу приятнее бумажную держать в руках а если уж это печатная книга то есть магазин это она еще и пахнет по-особенному вот дальше я до курса понимал что существуют роли но не совсем понимал как действовать теперь я могу выделять роли могу примерно представлять даже реакцию людей на мои действия относительно их роли моей ролью вот и что когда я представляюсь и называю свою должность люди реагируют иначе то есть они уже ставят меня в роль наверное руководители и как-то более лояльно относится к моим просьбам вот дальше я полностью изменил потребление информации я ушел из всех соцсетей удалил все в телеграме веселые паблики и благодаря борису в том числе на белозёрову я добавил много интересных пабликов где-то он по моему то ли в блоге то ли где давал ссылки на эти паблики либо так он не скидывал вот дальше я вот купил бумажные книги то либо они оказываются очень популярны как оказалось в читай городе по крайней мере потому что мне сказали а это вот здесь то есть сразу сразу бегом к нему вот так же я отказался от новостей на яндексе и вы знаете прям даже как-то легче жить стало вот и мне стало больше о чем разговаривать с умными людьми из разных сфер то есть я уже могу поддержать значительно больше разговоров чем до этого курса работа как курс отложился на моей работе в первую очередь как тут и написано на третьей неделе курса я отказался от массивного компьютера с двумя мониторами я заменил это все на ноутбук и вы знаете я даже не пожалел я прям доволен то есть причем больше всего был доволен когда я пережал новый кабинет потому что я просто взял ноутбук и ушел мне не нужно было ничего этого перетаскивать также записочки всей бумаги которые у меня складируются на столе они в пятницу либо идут в подшивку либо идут просто в мусорное ведро потому как они либо выполнен либо бесполезно вот стол каждую пятницу я стараюсь чистить чаще стал принимать решение и чаще стал говорить нет это означает что наверное научился ставить шкуру на кон то есть если раньше я соглашался на многое при этом ожидая что меня поддерживают где-то состава держит где-то со стороны то теперь я полностью ориентируюсь только на себя и оцениваю шансы наверное лучше чем до того как был на курсе вот и дома я перестал вспоминать работе потому что у меня как вы помните все уведомления почтовые и телеграммы все отключено то есть дома я не прикасаюсь к этой всей пакости работа должна оставаться на работе проекты выполнены во время обучения так получилось что в начале февраля как раз когда мы начали учиться было принято решение заменить все замки на электромеханические вот было продумано тех заданий были было принято решение отказа от живой охраны кстати так мы и рады этому то есть полтора месяца мы сидим на этих замках и вот какие полтора месяца месяц месяц без охраны мы и стало значительно проще вот так же были проведены изменения в работе менеджеров в офисе наверное со стороны как раз в ролей чтобы не перемежались их какие-то действия то есть каждому менеджеру была назначена своя роль и пока механизм даже работает стабильнее чем до этого и часть менеджеров отправили как раз на получается 6 поток то есть они сейчас учатся у вас и наверное что-то даже интересно из этого выйдет вот планирование обучения дальнейшего я уже записался и оплатил курс онтологика и коммуникация 10 мая мы стартуем вот буду дочитывать рекомендованную литературу и пытаться искать какую-то новую вот записался на джедайский марафон но пока не приступил потому что что-то меня останавливает вспоминая как по-моему даниил говорил что я на джедайском марафоне мне вообще сейчас некогда чем-то другим заниматься вот пока я не готов вот огромное спасибо всем преподавателям а также огромное спасибо каждому из тех кто был в группе от каждого из вас я подчеркнул что-то вот каждый показал что мир это не только та картина мира которую я у себя нарисовал все мы разные все мы живем в разных условиях в разных местах и это очень здорово и я очень рад тому что у нас попалась такая разношерстная группа спасибо большое да очень очень мотивирующие было супер мне очень понравилось действительно очень хорошо рассказали вопросы давайте зададим антону антон у меня есть вопрос юля пропущу вперед спасибо а заметки по книгам как ведете и людей из разных сфер нашли новых где-то до старых вот с борисом стали чаще переписываться он достаточно умный я вам скажу много можно поговорить а заметки я просто на полях ручкой раз и потом если вспомню что это значит то хорошо если вспомню то она была исчезающей спасибо антона у меня вопрос собственных заметкам потому что в практике которые там ты внедряешь они зачастую являются вот эти практики управления хозяйственной деятельностью они в крупных организациях да вообще в целом в организациях являются провальными то есть они обычно нигде не фиксируется это такая всегда берет хороший запрос хороший там начальники или еще что ты как-то их фиксируешь вот то что ты сделал как ты сделал потому что мне кажется вот такие вещи полезны а у нас же это все в ноушене ну то есть вот как ты менял вот все эти органы и все эти вещи у вас это как-то было фиксировать проект нет вот это нет это кстати хорошая идея это нужно записать все потому что это прям был целый кейс вот это потому что это такие вещи которые вроде люди думают что они как бы но не 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 какой-то rocket science и обычно забывают поделиться этим с кем-нибудь да да тут опять же наш коллега евгений левачко писал в блоге интересную штуку что колоссальное количество мыслей и каких-то вещей они происходят в мире и ими никто не делится нигде и какие-то гениальные вещи оказываются просто неузнанными вот он в последнем своем посте писал в блоге как раз об этом что многие вещи они просто держатся в голове у человека он никак не делится кстати благодаря курсу я прошу прощения у романа что я задерживаю вот забыл пока просил прощения забыл что хотел сказать умного ну ничего страшного можете можете в конце еще рассказать вам большое спасибо что были на курсе вообще принципе каждому говорю спасибо потому что каждый человек очень много дает нам в том числе преподавателям ну и вообще очень довольны видеть успешных учеников очень хотел отметить что что вы к так же как даниил я уже там знаю выписывали количество часов которые затратили на курс это очень правильно я все время говорю что нужно обязательно привлекать внимание на вот инвестированное время это очень важный показатель хорошо что вы записали рабочие продукты но я здесь акцентирую внимание когда на некоторые моменты которые вот считает достаточно важными все важное но некоторые моменты у каждого хочу здесь отметить рабочие продукты очень правильно что вы писали очень хорошо вот и рабочие продукты это как бы ваша как бы вот новое тело это тоже рабочий продукт хороший и хочу даже вам сказать что вот вы в целом провели такую работу осознанную наверное да вот поменяли свою социальную среду вот это вот действительно очень важный момент может быть так прямую не сказали про это да но это видно было по презентации да что вот у вас была одна социальная среда да и вот вы в ней постоянно жили как бы да и вам то тоже было наверняка комфортно а сейчас у вас совсем другая социальная среда это и книги да вот эти авторы которые там сейчас читаете да это вот и как говорите достаточно большое количество разных людей с которыми ведете беседы и кстати очень важен такой неудовлетворенность или там потребность человека да вот вести такие вот интересные беседы да вот и быть таким признанным да что ты такой вот человек интересный можешь что-то такое рассказать про жизнь поделиться чем-то помочь другому человеку да и у другого человека что-то взять себе это очень такое важное свойство коммуникативные вот антон и знаю что она у вас там прям есть и очень еще хорошо что как бы вы прям так вот активно всегда я знаю что когда начинается тренинг антон сразу можно я можно я сразу что-то хочет что-то сразу рассказать очень рад что вы были на курсе спасибо спасибо можно я еще быстренько вспомнил что хотел сказать благодаря курсу я начал писать инструкции на работе как пользоваться тем же аутлуком как вновь совещание создавать как какие-то еще вещи и даже нахожу для себя что-то новое чего я не знал вот лично все передаю слово романа